На каком-то темпе хотят LGD взять здесь гладиаторов. Ни хрена у вас не выйдет. Надеюсь. Ставь, кто у меня стоит. В итоге, получается, гладиаторы не на темпе, а LGD на темпе. То есть все поменялось местами. Я думал, сегодня гладиаторы будут темповать. Слушай, ну, я бы не сказал, что прямо они совсем не на темпе. У тебя Сайлентер, Алхимик. Если у них хорошо пойдет. Сайлентер же это герой, который очень хорош. Если у вас начало задалось, и дальше вы под каждый глобал сами навязываете драку. Там КД глобала-то большой. Там сколько, 160 секунд? Не, поменьше. Там, по-моему, уменьшали. Может, 130, 120. 120, мне кажется. Но не суть. Суть в том, что если ты доминируешь, сайлентером говорить очень приятно. Я как сайлентер дипломированный знаю. Если ты сосешь, хуже герой только Леон, блядь. Но если ты доминируешь, очень приятно. Ты постоянно у всех воруешь, кайфуешь. Глобал жмешь, твои парни трахают, ты радуешься. Вопрос, как лайны простоишь. Вот если лайны плохо простоят, тогда да, тогда будет душно весьма. Девятитысячных, девятисотник. Да нет, ну у Эйса баг какой-то. У Эйса баг какой-то. А вот в Силерии реально девятисотник. В Силерии тысячник, ну и что? Пиздец. Да, вот в другое время LGD, посмотрите на них. Вот они реально задроты. В Силерии это новый Куроке, у которого маленький ранг, но он ебет пизданку. Да, на самом деле Пупея тоже никогда не был прям супер-мега ранг. 100-200 у него всегда был? Бывал, мне кажется, сейчас поменьше. Хотя бы что нет, сейчас сказать, не слежу за рангами Пупея. Ну что, LGD, между прочим, заходит в какой-то смог втроем. А, ну вообще, Даль, это же Силерия, у которого был вообще топовый ранг на самом деле. О, нет! Антоха заливает пивка, у Силерии проблемки могут возникнуть, станчик какой-то. Сейчас он его получает рядом, чтобы подходит с Экселом. Силерия умирает на ферзблат, но разменяют Нио, по идее, должны. И фраг бы Квину отдать было бы шикарно. И так они и делают. И в итоге планета, конечно, забирает ФБ, но зато фраг забирает Квин. Такая бодренькая, да, вот динозавр, опа, Инксвелл, Широ, гранатка. И что, Широ умрет, что ли? Или нет, Широ? Эйс, добивается, и погибнет здесь Эйс, но это не страшно. Он забрал свой фраг, умер, вернется с ресурсами. Силерия начинает бить, начинает бить. Сейчас Нио подъедет, сила. Силерия. Нио на кривой кобыле подъехал и забирает здесь фраг. Спрятали еще Антоху, у Нио проблемы, но нормальные. О, еще, барик рядом. Уже здесь, у него сильные стаки. Пивко! Ой, лопнул. Ну, ничего страшного. На самом деле, получит черепки, получит косу, и он умрет. По большому. Ой, не попал. О, Тофу. Позорник, Тофу. Кстати, он все равно лопнет. Все равно убьет, да. Нет, нет. Не верит в себя? Убьет в себя. И забирает фраг Квин. В этот момент на топе какой-то замес, дурачье. Наливает пивко, но куча ядов на нем прячут. Выйдет и взорвется. Ой, но там куча ядов. В итоге растоптали его. Тут пытаются селерия что-то сделать. Ну тогда сайлендер пятерка. У него нет какого-то стана, чего-нибудь, чтобы просто защитить своего кора. Ну это герой кнопки, то есть ради глобала. Но между прочим, не факт, что он отсюда уйдет. Тебе сможешь просто его догнать и растоптать. Оооо. Эй. Байкус Майл, задрот. Ну задрот, правда. Смотри, жадюга не тэпается. Да, реально, ведь мог. Ну типа любой герой тут оказывается, все, ты труп. Но никого не оказался. Дальше за ним гонит здесь какой-то непонятный замес, Тофу. Застанел всех, пропущен Сфэлла, проблему кинтабра. И, кажется, могут быть проблемы там у братрума. Да, в итоге здесь не смог дожать этого Феникса. Феникс ушел, братом тоже уходит. Но посмотрите на Нэнтворс Квина, Нэнтворс Эйса. И Антоху, которого там мучили что-то на линии. Все равно трешка есть. Опа. Да. Вау, что ты сделал? Коса, и фэлл, и байк. Ой, корот. Красиво. Отлично сыграно. Ну блин, прикольно получается, что он Нэнтворс Майлл может взорвать в любой момент. То есть ты кидаешь косу, и в этот момент байкс Фэлл под дэмэдж. Я тоже посмотрел и прям насладился этой. Да, да, это очень прикольно выглядит. И строк оф эйтом он попал прям вот каким-то краешком. Замедлил. Ой, Силерия. К сожалению, будет погибать здесь Силерия. Да, он умирает. Но, может быть, получит кого-то разменять. Планет делает серию убийств. Дурачу. О, отлично. Энкс Фэлл здесь. Можно застанет. И фраг для Антохи. Хорош. Эйс. Мало хп. Но уходит. Ну да. Копадение на эйс. Глобал. Отлично. Эйс еще и на развороте. Долбит. Нормально, но правда. Ультимейт. Ой, вкусный. Квин приходит. Мега убийство. Дафит Нусей не понимает, что происходит. Он убегает отсюда. И... Да нет, Гладиатор выиграет эту игру точно. Да я думаю, этот матч можно было на 2-0 заливать походу. Хе-хе, понимаешь? Но спирит-то это лед. А Гладиатор это пламя, на самом деле. То есть одни суперразмеренные, такие спокойные и так далее. Гладиаторы супер взрывные. Они куда-то идут все время хуярятся. Вот видишь, это вновь происходит. Война и коса! Как же похуй! Ставится яйцо. Пытаются его сломать. Пытаются его сломать, не пытаются. Какая-то ебанила от Гладиаторов происходит. Боже мой, Гладиаторы, что же вы наделали? Что же вы наделали, натворили здесь? Надо выходить отсюда. Как бы всем здесь не остаться. Дурачок уходит, гранату в него закидывают. У Квина проблемы могут быть. Да. Ой, эй. Эй, шлани пытаются убить кого-то. Он умирает и побегает здесь Квин. Да что же они сделали-то? Косой чуть-чуть не хватило. Свойной косый голос просто, которая по двум фулкоповым героям. Зато двойная. Зато двойная. У Квина ему летит уже Тараско, видимо. И сейчас будет шар. Это супер богатый. Тараско поедет летит уже. Так, пытаются убить Квина. Здесь ультимейт. Саду дем на него. Это две кахты? Все кахты. Одного убивает. Второго нет. Но второй тоже погибает здесь. Яйцо взрывается. Конечно, неплохо, но нет уже никакого фоллоуа в это яйцо. Поэтому приходится здесь Вайю Смайлу просто уходить. Вайю Смайл. Между прочим, победитель шестого интернешнл. И это даже не шутка. На БКП у Квина появилось. Глобал. Яйцо. Стоит какое-то яйцо. Непонятно, кто на кого нападает здесь. Рейса пытаются убить. Так. Эйса спасают. Солбит. Долбежка. Пошла. Пробегает сюда. Братром, но уже минус два. Проблема огромной Луны. Луна пытается сбежать. Нафиг Тусей убивает все-таки Эйса. Но Луна улетает. Не хотел взорвать. Два в один размен. Неплохой. На самом деле для LGD. Но это без косы было. Поэтому я думаю, для ГГ это нормальный размен. Строки. Да, купил Аганим. Возможно, уже и в прошлой драке он тоже был. Там было не очень понятно. Видит Квин сыро. Так. Дарк портрет. Быть из него сделать было бы неплохо. Я не кольцо ставить. Я не кольцо. Я не кольцо. Нет. Надо уходить из-под этого яйца. Они выходят неплохо. Но надо, я не знаю, бежать или что. Очень плохо им. Нафиг Тусей конит людей. Квин. Квин один против всего мира. Остается там. Гримстрок погиб. По итогу у нас нападают на Квина. Квину больно. Братром убегает в него. Гримстрок байбэк. Антоха набалтывает Пиван Депплу. Будет выкидывать в лотус. Закинул пиво нормально. О! Подпрятали Луну. Должны добить после. Да, добивают после за планетой. Без яйца они вообще ничего не могут. Нет, они не могут без яйца. Только Сеникс что-то может здесь сделать. Это очень хорошая драка для КГ. Они разменяли одного Грима с байбэком на яйцо. И все выжили. И это при том, что она отвратительно для них началась. Там просто мог Алхимик умереть. Но опять. Они опять не смогли добить. Вот была бы Шива на Ахитавре. Уронов вроде до хера. Но там куча хп, куча регена. Да. Шивы нет. Сломать скоро. Они реально могли кстати подтикнуть. Потому что ну это пиздец рискован. Это очень большие риски. Видит нафи Тусей здесь Квин. На него нападают. Нафи Тусей проблемы ему дают. Капсу дают. Капсу дают. Капсу дают. Капсу дают. Красавчик. Минус Баратрум. Минус Кентавр. Умирает Квин. Байбэкается. Луна дерется по противотоке. Антоха прячет пока что Луны. Малый хп. Стилери бьет. Дурачье. Здесь. Луна умирает первый раз. Умирает первый раз Луна. Феникс на Байбэке появился. Феникс нажал Байбэк. Пытается понять этот хот-дог. Что ему делать? А вот так вот. Ничего мы не сделаем. Сломит нормально. Умирает без Байбэка. И нет Байбэка на Луне. Еще 4 минуты на Баратруме. 40 секунд. А Феникс купил рефрешер на последние практически деньги. У него не хватало на Байбэк всю драку. Вот сейчас появился. Но без Баратрума или Луны это яйцо уже не такое Баратрум. Но Баратрум. Баратрум это вообще. Короче Баратрум. Он должен движуху навести. Баратрум он заруинил. Он подставился очень сильно и не смог драться дальше. Да, да, да. Он мог бы сейвить яйцо. Он мог бы толкать. Он бы мог стоять там же, где Феникс. Потому что он через секунду у вас на лице уже. Смысл ему стоять первым. Он должен сейвить яйцо. Иначе яйцо ломается. Так и Феникс положился на Баратрума. Потому что яйцо ни разу не разбивали за игру. А тут взяли и разбили. А тут взяли и сломали, да. И ломаются бараки. Вторые на медиа. Ну надо добить. Надо добить. Почему не трон? Добили. Нормально. И бараки снизу. Без Луны не могут. У Баратрума бай есть. Будут мега крипы. У Луны нет байя. На Луну то похуй. Два яйца и Баратрум. Рефрешер нажат. Там одно яйцо. Одно яйцо. Баратрум байбекается. Понимает, что надо что-то делать. 4 в 5 ситуация. Как они выйдут из нее. Возможно сразу в самолет. Баратрум влетает. Баратрум что-то делает. Феникс ставит яйцо. Санрей. Много даннежа. Но без Луны не хватает урона. Эйс танкует. Все у Эйса некоторые проблемы. Но он живчик. Он живчик. Его еще сейвит Ингсвелл. И все. Нет яйца. Нет Баратрума. Ультинейта. Трон. Трон. Трон стоит. Побежал Баратрум. Вперед. Опять секрет сталкивает. Эйска работает. В него врывается Эбисалл. Дурочко сам себя за Эбисалл. Врывается Эйс. Просто сталкивает людей. Квин под БКБшкой. Ломают Трон. Включается Глиф. Включается Глиф. Танкуют. По концу по очереди. Гладиаторы. Регенятся все. Трон. Под угрозой. Дурочко просто бьет его. Половина хп. Все бьют Трон. И все бьют Трон. Бей еще Трон. Подлагала сюда. Подлагала. Это значит Трон. Сейчас должен упасть Луна. Три секунды. Но Трон падает. Трон падает. И это победа. Гладиаторы. Увидел в чате сообщение. Ебать это финал. Прикинь. Это даже не финал. Вот в чем прикол. И это даже не финал. Финале Суходрочь будет. Финале Суходрочь на 70 минут. Берегись. Но какова игра. Хорошая. Но не беспроблемная для гладиаторов. Она хорошая. Игра хорошая. Хороша прям. Ну вот прям. Сочится интернешнл из этой игры, да? Сочится скилл. То есть гладиаторы. Конечно, красавчики максимальные. Но и LGD молодцы. Они цеплялись, как играл Вай. И это Queen of Pain для Квина. Это что-то среднее между лишь рокком и штормом. Ну это что-то из сиган Квина, если что. Вроде бы и контроля нет, она будет жить. А вроде бы есть какой-то ауе урон с аганимом особенно. Герой, который нынче не является популярным. Но от этого он не стал слабым. То есть Queen of Pain это сильный на самом деле персонаж. И вот, опять же, мы, например, вчера видели, как Квин у нас играл на Войде. На Войт Спирите, которого никто не пикает, но он разъебал игру. Потом на Хускаре, которого... Это был чуть ли не первый Хускар за турнир, и он разъебал. Нет, там было сложно не разъебать. Ну, не важно. Важно то, что не обязательно пикать мету, если ты уверен в герое, и у тебя игрок уверен, что он сыграет. И более того, это его сигнатурный герой. Ты можешь его взять и разъебать. Пускай он и не популярен. Квапа не популярна, но на самом деле она сильна. Она сильна нынче с аганимом. Да и не только. Там разные билды на квапу имеются. И так или иначе, эта квапа... Смельчак. Не надо тут много хп терять. Ничего полезного от этого. LGD взяли три руны, кстати говоря. Граната на Финтезей. Проблемы с Силерия ФБ. Это с запасом. Там еще были эти... Да. О, и Квин, кстати, взял себе на первом скрим. Это правильно. Да, это на крипа. Это правильно, чтобы добивать рейнджовика. Ну и не только. Есть в доте хилеры героя. Хочешь хилить Керри, бери, блин, Оракла. А бери Варлока и не качай сил. Да, ой. Антоха. Опасно. Один удар еще буквально. Стики умирает Антошка здесь. Неприятно. Но умирает и Нага Сирена с другой стороны. Приятно. Молодцы здесь гладиаторы. На топе. Отыгрывают. Так, на топе какой-то замес. Так, какой-то замес. Широ проблемы. Широ. Погибает еще раз. Отличная перетяжка. От Селери. И Вайга Смайл тоже, скорее всего, умрет. Его просто тычками забьют. Точно просто забьют. Да. Топу забирает двоих. Отличная игра от Селери, который сюда прилетел. Мереско довольная. Пиздец. Мереско пиздец довольная, чувак. Селери недоволен, говорит. Я летаю. Фрагов нет. Что за хуйня? Квин. Квин. Афтусе встретил. Держи Мересочка. Нафтусе. Проблемы. Фурион может прилететь? Нет, видимо, не может прилететь. Сейчас. Квин дальше пошел. Квин дальше пошел. Квин. 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 Убивает Афтусе. Проблемки у Селери, но с фейри фаер и он живчик. Бам. Откуда-то в бою Смайл пришел. Бразда. Доебались до Селери. Просто жесть. Но на самом деле Антоха откидывает Станчик. У нее проблемы. А что, если Антоха его зарифтит еще? Нет, Антохе надо быть аккуратнее. Тоже бьют его. Дэдшот. Помогите. 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 Антоха. Иди сюда. Иди сюда. А ну-ка, грит. А ну-ка, риф. Ой, Стан, какой хороший. От бою Смайл. Он пролетает сюда с Селери. И этого. Одного убивают. И этого. Поймали Кабасика. А что, слышишь, Антоха? Еби его. Давай, давай, Антоха. Еще Магнус. Еще Магнус подходит. Со всех сторон. Какой-то непонятный замес. Но проблема, конечно, в этом всем, что Антоха не фармит. Ебать этому тоже плохо. Ой, как же плохо. Миреско продолжает столу ебать. Так все. Нафетусей здесь должен погибать. У него будет балалайка, но он умрет. Он погибает. Токо. Набирает превосходство. Шикарная игра от галдиаторов по всей карте. Пока что 2000 голды они ведут. И у Шира. Тоже здесь не то, чтобы сказка на линии. Приходит сюда планета. Будет коллен. Будет дедшот. Дедшот. И все-таки убивают Эйса. Хорошая перетяжка от саппорта LGD. Еще Элдер сюда пришел. А, ну ладно. Элдер-то... Элдер тут место как бы. Он местный, да. Это его место. Это он, наоборот, отсюда уходил. Да, но галдиаторы играют сверх быстро. Магнус хорошо играл. Он ничем не промазал вообще. Ни с кивером, ни волной. Все идеально рассчитывал. Задрот. Он просто задрот. Это мальчик. На очередь. Но Нио. Увозит пока штантоху. Однако может прорастить здесь Фурион. Он уже здесь. Стан по Нио. Квин. Готов рядом. Квинут убивает. Как шикарно. Еще и Нафеттусея сбивает. И в минус все хп для него. И он вынужден отсюда укатываться. Понимает, что дальше ничего не сможет он сделать полезного. Спасибо. Только если умереть. Полезное для галдиаторов. Антоха. 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 Агрессивная игра от Антошки. Он идет вперед. Забывает эту планету. Убивает его моментально. Шикарно. Как же Антоха играет на героях типа ЦК. Просто идет вперед. Не дает дышать вражеским саппортом. И не только саппортом. Четыре тысячи галдиаторов, ребят. Четыре тысячи. Ничего не получается. ЛГД никуда не могут выйти. И как же ебет индустрию наш сервер. Мы все это видим. Нио укатывается куда-то. С иллюзией Антоши. Селери оставит защитные спруты. Селери сам получает стан. Здесь ЛГД готовы наказывать этого фурена. Их много. Но Квилл. Откидывает опять. Кидает пульте. Откидывает Пангальера. Откидывает его рот. И тоже идет вперед. Он понимает, что что-то уже. Или не понимает. Антон. Антон. Обузит армлет. Покушал омлет. Обузит армлет. Подлагала. Возможно, ГГ. Шесть тысячи тут галдиаторы. Вот это игра. Понимаете, что нет РП. Блин, как же Пангальеру хуёво в этой игре. Пока был этот донат, погибал у нас товарищ Пангальер. Очередной раз. Кстати, Магнус фармит Мидас. Понимают уже ЛГД, к чему все идет. Понимают. Планета. Пытается забрать руну, забирает. Здесь Антоха. Антоха. Немножко далековато зашел. Сетка. Будет ли помощь? Антон. Антон. Борись. Антоха. Тотальный фит. Что это такое? Ваю Смайл. Ваю Смайл. Вот это да. И Ваю Смайл еще и улетел после этого стана. Антоха погиб. Фурион умирает. Ай. Гладиаторы. Антон умер ровно там же, где и в тот раз. Можно вызвать скелетиков. Эй. Спрыгает вперед. У кого-то. Но это опасно. Может быть. Ведь могут отвезти далеко под тир 4 вышки. РП. Ой-ой-ой. Страдают здесь гладиаторы. Но поднимает себя. Наверх. Квин. Выкирует всех с ультимейта. Отличная игра. ВК теряет отслужить. Фурион байбекается. ВК встает. И давай трахать их. Нет РП. Вот это теперь. Как убить этого ЦК здесь? Два раза. Я не знаю. Особенно учитывая, что нет РП. Нет ортимейта под гольера. Нет вообще ничего. Гладиаторы просто зашли на рамку и говорят, ну здорово. Так. А вот так вот можно убить дурача. Попробовать. Ой. Все в скримах. Кругом летает. Дилери после байбека возвращаются. Хотят вышку добить? Или не хотят? Нет. Гладиаторы все-таки отойдут. Все-таки отойдут. Ну нормально. Получилось. Да. Куча дэмжа. КВП очень много урона наносит с агонимным билдом этим. И это еще у него нет двадцатого левела. Там талант на дэмж на скримов. Вот там реально начинается разъеб. Вот тот. Вот тот талант. То есть Sky Ascends, если Таймлис Релик выпадает еще вдруг. Ну или Призма приступает. Так. Проблемы здесь какие-то непонятные. У Антохи он убирает разочек. Там люди накид, кто хуячили терзателя тем временем. Он появляется. Квин здесь уже. Нападение на Широ. Широ. Пытается уйти. Он под короной. Ой, как неприятно. Широ останется. Его бьет. Ультимейт. Попы, Широ. Закрыт. Он там Климер, его не видит. Как будто бы Климер. Прыгает вперед. Убегает второго. Широ. Он ТП на баку. Нет, он не смог на ТП. Его сбили. И это минус три без байбеков. Так это все у нас. За терзателя решили LGD пойти. Какая ошибка. Байусмайл делает телепорт. Но Бараки, Высты, Этли, Антоха уже здесь. И нет ни одного байбека. Нет байбеков? Нет байбеков, да? Бангольер с ультимейтом. Может попробовать покататься, потянуть время. Но... Не уверен, что этого времени хватит. Не ошибочный ли это глиф? Потому что они-то сейчас пойдут и мид ломать. О, Нарцисрей. Нет, мид не могут. Я думаю, мид не пойдут. Бангольер покатился, тянет время. Выигрывает немножко. Встанет людей, расталкивает. Надо хотя бы ранжовый добить. Димишный тоже. Ранжову нам мало, говорят гладиаторы. Уйдут, уйдут. Нет, все-таки много. Ранжову нормально, говорят гладиаторы. Сломали и ушли. Еще и Шива на квапе появляется. Эй! И без всяких рошанов идет в агрессию. Добавляет на планет. Селери. Планета там, скорее всего, уже умер. Хотя, кто его знает. Может быть, а нет. Нажимает пока стульки. Проблемы у Селери. Ультимейт квапы. Добивает все-таки планета. Квин. Просто прыгнул вперед. Стоит. А что ты ему сделаешь? Он выпрыгивает. Не хотят гладиаторы давать ни шанса. Перестали играть в аркаду. Они зажали. Они уже не на базе. Так. Антоху повезли. Антохи Аегис. Я напоминаю, пока что хекс на него движет. Квинуть. Эй! Отлично! Какой девять? Минус Муэрто. Сон. Но это просто прощальный сон. Это сон в РП. Поспите в самолете, кажется, после такого сна. Потому что у вас ничего нет. Агилтеатры на рампе. У параши не поспят. Там спинки не опускаются. Откуда ты знаешь? Я только такими летаю. Известный факт. Минус. Одна сторона. Эй! Спрыгай дальше. Нет байбэка у Муэрто. К сожалению, придется спиром как-то отбиваться здесь LGD. Но как отбиваться-то? Непонятно. У Широ проблема. Бороза Титана. Ноль дэмэджа наносит. У Широ огромные трудности. Широ! КП заканчивается. Его бьют. Всем силом он погибает. У него нет байбэка! У него нет байбэка, дорогие друзья! И это минус Нио. Еще один байбэк. Домой! Гольер крутится. Но корона подкосила его здоровье. И он погибает. И это минус трон будет НГГ! И гладиаторы проходят в гранд-финал The International, ребят, и встретятся с Team Spirit. Все-таки легендарному финалу быть. Легендарный. Это реально легендарный. Ну, с одной стороны, LGD, которые пришли бы к Spirit, это тоже был бы легендарный финал. Потому что это было бы повторение десятого. Но не было бы так интересно смотреть. По совокупности результатов этого сезона, это тот самый финал, который должен быть. Это шесть русов против четырех ящеров. Да. Могло быть пять на пять. Могло быть. Что это? Что происходит? Это их проблемы. Камеру покорежило от накала страстей. Да. И ставочка зашла. Она 2-0 могла быть. Мерча больше нету, кстати. Да? Это реально? Да. Я последний бомбер забрал. Жесть. Блин, обидно. Я хотел подворовать еще мерча. Получается, в следующий раз надо больше мерча завозить. А я могу тебе что-нибудь дать? У меня три штучки. Разно. Так. Ржмут руки, ребята. LGD, конечно, расстроены. Ну, что? Что делать? Что делать? Что делать? Это спорт. LGD провели достойный турнир, надо отметить так или иначе. Скажем им спасибо за то, что они своим присутствием разбавили бесконечное противостояние вот западной Европы. Liquid вот это. Ну, да. То есть, у нас постоянно были Liquid, гладиаторы, там Speed, Tundra, там Spirit. Вот весь сезон. И хотя бы Китай в этот раз подъехал и показал неплохой уровень, но этот уровень все-таки недостаточен, как мы видим, для того, чтобы попасть в гранд-финал и побороться за салатницу, также известная как и гида чемпионов. Дорогие друзья, мы подождем. femme 6 6 8 9 36 9